Мы в прошлый раз говорили об установке сторонних приложений и не поговорили о том, как запускать совсем-совсем сторонние приложения. Ну, например, программу под Windows. Вот. И вообще, это нас плавно выводит на тему про виртуализацию, вот про это все. Мне кажется, это интересно, особенно это интересно потому, что на самом деле, если мы вспоминаем наш основной разговор, для чего мы вообще тут вот этот Linux так тыкаем палочкой. Мы его тыкаем палочкой для того, чтобы, ну, не знаю, поиграть в него, для того, чтобы посмотреть, что с ним можно поделать такого интересного. А вот. Так вот, это в свою очередь означает, началось с середины, вот эта наша идея потыкать Linux палочкой, что, наверное, ну, как бы разговаривать интересно не про какой-то системный подход. Про системный подход мы еще вернемся к нему. Возможно, прямо в следующем семестре, да? А интересно разговаривать про то, чем можно воспользоваться, да? Почему, вот, что в этом Linux есть такого, что может пригодиться нам, как людям, работающим с компьютерами, в вот такой вот практически, практически трудовой жизни. Вот. Значит, и прежде чем начать про все это говорить, я даже не знаю, тут такая тема интересная, интересная, в которой я, в общем, неплохо разбираюсь, и которая еще в прошлом году была актуальна. А в этом году уже нет, на факультете я имею в виду. Вот у кого в первом семестре был ассемблер 16-разрядный под ДОС? Не у кого уже. А вот он был. Ну, на первом вообще нормальный был ассемблер такой. Вот. Так вот, буквально в этом году переделали, сделали еще хуже. Я даже целую статью в свое время написал насчет того, что 16-разрядный ассемблер, он хотя бы маленький и простой, а 32-разрядный, он уже такой совершенно развеситый, приходится писать кучу каких-то библиотек, лишь бы оно работало. Вот. А проблема состоит в том, что в этом году их совместили, сделали 32-разрядный ассемблер под Windows, причем. Ну, в общем, что-то очень печальное, да. Ну вот, так я к чему. Что, например, не так, что когда мы говорим про виртуализацию, на самом деле мы имеем в виду целый спектр подходов к изоляции и эмуляции каких-то аппаратных кусочков, вот. На одном конце которого стоит полная изоляция безо всякой виртуализации, а на другом конце которого стоит полная виртуализация без единого доступа к реальному аппаратному обеспечению. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Ну вот, допустим, у нас есть необходимость запустить программу, ну не знаю, там, под какую-нибудь экзотическую архитектуру с экзотической операционной системой. Для того, чтобы это сделать, нам нужна полная эмуляция той аппаратной платформы, с которой мы работаем. Вот. Значит, таких полных эмуляторов в Linux несколько, много штук. В первую очередь, эмуляторы игровых консолей в количестве. Какие-то геймбойки, там, короче, вот это вот все. Значит, там даже есть, значит, такие файлики, в которых скачиваются дампы-картриджей, и в них можно иметь. Вот. Как ни странно, один из тоже игроориентированных эмуляторов, который называется DOSBox, вот, это, кстати сказать, очень качественная эмуляция компьютера-образца, значит, середины 90-х годов, вот, с DOS на борту. Который пишется, этот проект пишется исключительно для того, чтобы как можно больше DOS-ских игр там работало. Я скажу, что под DOSBox'ом работает больше DOS-ских игр, чем работало под моим компьютером в 90-х годах. Вот. Однажды, DOSBox, давайте мы его запустим, что ли. Вот. Такой вот DOS прям. Doesn't exist. Drive-C doesn't exist. Видите? Вот. Что-то еще можно сделать. Вообще, что? Help, да, help. Но help тут такой встроенный. Видите? Тут можно и exit сказать. Но мы сейчас что-нибудь более интересное запустим. Так вот, как-то мне в середине нулевых один мой студент подарил гад. Два DOS-ских игр. Чтобы вы понимали, что такой DOS-ских игр. Одна игра занимает, но там от одного мегабайта до десяти. В общем, три месяца бессонных ночей. Потому что они все работали в DOS-боксе. Все. Я все проверил. Вот. Но хотелось сказать не про это. Хотелось сказать про то, что если наша задача, например, поизучать ассемблер для архитектуры там x86 16-разрядный, то ничего кроме DOS-бокса уже не существует. Ну, точнее, их два существует. DOS-бокса до семы. Вот. Вот, например, у меня тут есть каталог. Сейчас скажу, какой. Во, с турбоассемблером. Во. И если ему сказать что-то такое, вот, сейчас. Что тут у нас есть? Не, как-то интереснее должно быть. Сейчас найдем. А, может быть, такое есть? О, так у меня есть такое. И там... О, отлично. У меня есть... Я написал целый скрипт. Видите? Немаленький такой скрипт есть. Он принимает вот такое количество параметров. Он, правда, одновременно и для DOS-а, и для VINE-а. Про VINE-а еще поговорим. Вот. Короче говоря, мы можем что сделать? Мы можем убить вот этот диск диском C, вот этот диск диском каким-нибудь там D, не знаю. В этом каталоге лежат файлы... Лежат файлы... Ну, это неважно. Там с DOS-ом, с какими-то утилитами. Бин. Вот. А в этом каталоге, который TASM, лежат файлы с турбоассемблером, собственно, из-за чего весь сервер. Вот. Если я скажу вот так вот, это уже мой скрипт. Давайте мы сделаем вот так вот, чтобы посмотреть, что на самом деле запускается. Что там? Минус C. C. ТАСМ, по-моему, так. Что, не хочет? А, значит, C большая. Тоже нет. Ну, что ж. Давайте так посмотрим. Я уже забыл. Да нет, у меня C контейнер. Чего мне не нравится? А, надо было... Да, все. Вот. Смотрите. Он что сделал? Он умеет... У него есть командочка mount, которой нет в дозе, которая говорит, так, пожалуйста, вот оттуда снаружи исход в систему мне смонтирует в виде диска C вот этот каталог. А вон оттуда исход в систему меня схвантирует вместо в виде диска E вон тот каталог. У нас получается... Вот у нас каталог C, вот у нас каталог D. Где там drive? Drive D. Не знаю, вот E. Вот. И у нас вполне... Вполне... Сейчас, тут чуть поменьше надо сделать. Это вполне не видно. Вот. То есть, мы вполне можем написать какую-нибудь программу на ассемблере, вот, ее скомпилировать и отладить под отладчиком. Ну, то есть, вот... ТД какой-нибудь. Там турго-дебаггер. Вот. Отладить ее по отладчикам в это самое... Где там степ? Вау. Вопрос в ловле. Окей. Вот. То есть... Выйти. Вау. Выйти. Не видно. То есть, поработать немножко в командной строке DOS, а главное... а главное познакомиться с 16-разрядной архитектурой, которая тут... которая тут наличит. Вот. Значит... Ну, не знаю, что еще тут такого интересного показать, чтобы было понятно, что это он. Но, видимо... Наверное, надо было мне показать еще какую-нибудь игрушку действительно DOS. Короче, это все сейчас стремительно теряет актуальность. Я удивлен, что она до сих пор актуальна, что, в принципе, такое бывает. Но имейте в виду, если у вас жизнь сведет с 16-разрядным чем-нибудь, то DOS Богс вам в помощь, потому что он, на самом деле, несмотря на то, что предназначен для игр, вполне себе пригоден для любых работ с 16-разрядными с 16-разрядными кодами, с учетом того, что DOS очень маленькая штука. DOS Богс просто имитирует все системные вызовы DOS, а там нет никого ДОСа, на самом деле. Вот. Он просто их имитирует. Да? Там вызывается 21-е прерывание, он раз, и 21-е прерывание обрабатывает. Вот. И это таки, да, полный виртуализация. То есть там полностью, полный эмулятор, там полностью написан процессор определенной архитектуры. можно... Ну, давайте посмотрим KFG-файл, чтобы было понятно, как это выглядит. Даже не так. Чтобы было понятно, почему я говорю про полную виртуализацию. Потому что, например, вы можете задавать, какая видеокарта у него. Ватс. Из тех, что были в те времена. Вы можете задавать размер памяти оперативной. Вы можете задавать тип процессора. Вы можете задавать на самом деле количество циклов процессора в секунду. С какой скоростью работает тактовый генератор. Вот. То есть фактически вы полностью задаете функционирование вашей машины. Да, вы можете задавать наличие аудио всякого, там, значит, Sound Blaster, еще чего-то. Gravity Ultra Sound поддерживается. Такая была очень-очень-очень-очень модная среди геймеров аудиокарты в те поры. Вот. То есть фактически полный эмулятор работает таким образом, что у вас все ресурсы, все ресурсы компьютера виртуализованы. Процессор, на самом деле, это не процессор, а программа, которая выполняется. память, на самом деле, значит, это просто массивчик у этой программы, да, видеокарта, на самом деле, это окошко, значит, аудиокарта, на самом деле, просто дергание соответствующих аудио API вашего Linux, ну и так дальше, и так дальше. Дост бог. Вот. Есть эмулятор с, например, старых Mac'ов, такой же, Mac 1, Mac 2, вот, на котором Mac OS идет старая, вот та самая. Правда, эту старую, ту самую Mac OS надо тырить, потому что она, естественно, не свободная и ничего, но тем не менее. Вот. Ну и так дальше, эмулятор. И тут мы начинаем двигаться от эмуляции в сторону, в сторону, изоляции и всяких прочих таких штук. Смотрите. Вот более, менее маргинальный, более очевидный эмулятор, который называется QEM. Вот. Ой, давайте его выключим. Сейчас мы пойдем на смелый эксперимент. Я попробую запустить в QEM я попробую запустить в QEM виртуальную машинку на базе совершенно иной архитектуры. Я ее заранее загрузил, знаю, как у нас тут интернеты. Она где-то тут сверху лежит, называется... Вот она. Вот. Это такая первоначальная версия дистрибутива Linux, которая делается у нас в конторе для процессоров семейства MIPSL. Ну, то есть, это MIPS с EL... Как это? Ензин Литл. Да, совершенно справедливо. То есть, это MIPS с порядком байтов задом наперед, такой же, как IBM PC. Потому что у MIPSа есть переключатель. MIPS такой процессор, в котором можно взять и сказать, у тебя прямой порядок байт. или нет, обратный. Вот. Естественно, операционная система и вообще код, бинарники для этих двух видов работы процессоров будут совершенно разные. Вот. Такое дело. Сейчас я посмотрю методичку, но я думаю, что с методичкой все в порядке. Сейчас. Нет, по-моему, по-моему... Нет, сейчас. Altlinux.org. И здесь надо поискать слово MIPS. Жмяк. По-моему, вот это. Да. Значит, обратите внимание на то, что делает MIPS 64. Да, на то, как вообще запускать вот из командной строки этот самый эмулятор, который QEM. У него без всяких параметров. То есть, фактически, если мы почитаем документацию по QEM, ну, ну, То мы потеряемся в том, что он умеет делать. Опять-таки, он может выступать в роли полного эмулятора. Вот это список устройств, которые он умеет имитировать. Да? Кое-какие чипсеты для x86 и x86-64, кое-какие видеокарты, разные мыши, вот, диск, несколько аудиоустройств, ну, короче, много всего. И даже, и даже, и даже многопроцессорная система умеет эмулироваться. Вот. Так вот, читать эту документацию мы с вами не будем до конца, потому что там много-много-много всевозможных опций, которые рассказывают, как, как именно, как именно аппаратное обеспечение нужно эмулировать для запуска вот этого конкретного бинарного кода. Вот. Давайте просто посмотрим вот сюда, вот в методичку, что написано здесь. Обратите внимание, что... А тут какая хитрость. Сейчас, минуточку. Минуточку. Что-то мне это не нравится. Это значит, что этот образ без ядра. Вот он у нас сначала... А, вот. Сначала ядро надо заканчать. Значит, я хотел, конечно... Потому что мы не знаем, как его грузить. Да, мы не знаем, как его грузить. Давайте тогда не так. Давайте мы тогда попробуем вот этот самый... загрузить какой-нибудь QEM-у с полной эмуляцией и x86-64, чтобы там был билз и все остальное. Потому что это надо еще объяснять. Я объясню, я обещаю. Так, а для этого нам что есть? У нас наверняка есть какой-нибудь дистрибутив тут загружен. Какой-нибудь лисошник. Ну, да хоть такой. Ой. Так, это что у нас? Минус сидерон, да? О! Значит, вот у нас опять-таки запустился полный эмулятор. Полный эмулятор нашего... Ну, что это такое? Памяти, что ли, ему мало? Думаешь? Может быть, кстати. Сейчас посмотрим. Не, не хочет. Печерка какая. Ладно. Если мы приводим продать бизнес-према в ксистер на 2х186. О! Спасибо. Хотя... Не, все равно кернаю паника. Ладно, давайте что-нибудь запустим. Извините, давайте что-нибудь запустим стандартное. То есть, такое, что заранее запускали, запускается. Это я, видите, экспериментирую. Что-то, что-то в этих опциях ему не хватает. Что ему не хватает? Черт его сберет. Сейчас. А сколько? Что такое минус 128? Я что-то... 128 не добавил. Ну, то есть, должно хватить? Не, не должно. Не должно? Так что, скорее всего... Хорошо. Давайте 1g. Просто 1g. Ща... Да, ее просто памяти не хватило. Извините. Ну вот. Вот вам, кстати, достаточно показательная идея относительно того, что наш эмулятор эмулирует ровно то, что мы ему сказали. Дело в том, что там, небось, диск в памяти располагается, да? Тот, который... Который... ИСОшник. И потом монтируется. Ну, потому что это же лифсиди, у нас ничего нигде не установлено. Вот. Там Shell пока запускается. Ну вот, смотрите. Вот у нас запустился... Вот у нас запустился в полном эмуляторе, как мне кажется, запустился наш... наш дистрибутив, и мы видим, например, один процессор. Вот. Мы видим, например, пресловутые 2 гигабайта памяти. Ровно столько, сколько мы ему сказали. Ой, не здесь. Что мы видим еще? Мы видим какие-то... какие-то внешние устройства. Очень мало внешних устройств. Ни одно из них не настоящее, да? Ethernet контроллер — это совершенно виртуальный Ethernet контроллер. VGA — это вот то окошечко, на которое мы смотрим. Ну и так дальше, и так дальше, да? Полный эмулятор, который, естественно, работает существенно медленнее, чем хост-система, потому что там эмуляция всего. Вот. Мы тут пытались... Попытаемся еще запустить эмулятор вообще другой структуры, да? Но вот сейчас, как бы, я рассказываю, что запустилась операционная система внутри полного эмулятора. При этом наша виртуалочка сэмитировала BIOS, сэмитировала загрузку с жесткого... с этого самого... сэмитировала CD-ROM, сэмитировала загрузку с CD-ROM. Вот. И вообще вот мы занимаемся... да, мы занимаемся работой в системе, которая загружена с... ну, так называемой Leaf-системе, которая загружена с Leaf-CD. То, что мы делали на первой лекции. Вот. Собственно, тот же образ, который... или нет, другой, не важно. Ну, так вот. Полный эмулятор. Чем полный эмулятор, ну, как бы, нехорош? Он очень медленный. Ватс. То есть, к нему прибегают тогда, когда у нас реально надо запустить что-то на другой платформе. Проблема с другими платформами, такое отступление, может быть, вот какая. Это у нас в PC-ке, то бишь в X86, в X64 есть такая штука, как BIOS, там, EFI или что-нибудь в этом духе. В RealLife'е настоящие железки загружаются так. Дай бог, у них есть какой-то загрузчик специальный для них, разработанный. Этому загрузчику, ну, нужно прямо сказать, в какое место в памяти загрузить ядро, в какое место в памяти загрузить интерд, еще какие... иногда надо еще сказать, какие устройства, устройства, по каким адресам в памяти располагаются так называемый... Как же он называется-то, господи? Device 3 Block. Во! То есть, описать, фактически, передать ядру, недостающую информацию относительно того, к каким устройствам как обращаться, на какое место в памяти они замапливают. И только после этого оно загрузится. Никакого биоса, никакого вот вспомогательного, вспомогательного программного обеспечения, записанного на ПЗУ, вот, в платформах, особенно в Embedded, просто нет. Соответственно, для того, чтобы мы внезапно подсунули какой-то образ седюка, и оно с него загрузилось, ну, такого не бывает. А что бывает? Мы можем поступить двояко. Мы можем пытаться дальше имитировать все вот эти внешние устройства и рассказывать им, как чего загружать. А можем сделать более хитрую штуку, вот, которая нас уже немножко выводит из области полной эмуляции в такую область, ну, как бы, взаимодействия между эмулятором и гостевой операционной системой. Хитрая штука. Давайте мы здесь остановимся. Наоборот, х маленькая, п большая. Хитрая штука стоит в следующем. Окей. Итак, мы не можем воспользоваться каким-то BIOS или каким-то программным исключением на ПЗУ, чтобы загрузить ядро и интерд в правильные места. Но мы можем заставить сам QEM загрузить ядро и интерд в правильные места. Да? Мы можем что сделать? Мы можем сказать, так, дорогой компьютер виртуализованный, включайся, у тебя в памяти уже есть ядро. Тебе останется только это ядро запустить, которое прямо находится в памяти, которое туда чудесным образом попало, потому что мы его туда подсунули. Смонтировать диск и начать работать. Вот именно в таком ключе только надо ядро это скачать. Вот. Ну давайте попробуем. Опять же, не пробую. Сейчас посмотрим. О, это... Вытащить из РП, ну конечно, а что? У нас же есть собранное ядро. Ну и шикарно. Сейчас мы это собранное ядро запустим. У меня такое подозрение, что чуть ли не я его собирал. Ну, был такой момент, когда я собирал ядро под MIPS. Да, вот. Значит, еще раз, да, вместо того, чтобы пытаться имитировать, как аппаратное обеспечение загружает ядро, ядро и старт виртуальный диск в память, мы это сделаем с помощью эмулятора. Мы, скажем так, эмулятор запускаем машину, у которой уже будет в памяти все, что нужно. Что там надо распаковать его? Вынуть из него ядро. Ну, если кто, если кто помнит наш разговор про архивы, мы знаем, что РПМ это просто архив. То есть, если бы мы сказали вот здесь вот так вот, вот так вот, сейчас, то мы бы увидели список всего, что входит в этот архив. Это ядро его модуля. Вот. Но в данном случае речь шла о том, чтобы... Где он там? В млинус. Не вижу. А. В самом низу где-то? Не-не-не-не, он уже должен был распаковать этот самый... Да нет, он ругнулся, что чему-то не может делать. Вот он здесь где-то лежит. Вон он. Вот. Вот это его... Вот он туда распаковал. Ну вот. Там даже они советуют его переименовать, наверное. Да, вот. Собственно, вот. Надо было сказать вот... Надо было не выпендриваться и сказать вот так. И тогда бы он нарисовал, что он там распаковал. Ну хорошо, значит, kernel будет в млинус. Так, что дальше делаем? Дальше мы должны скачать вот этот диск большой. Это, собственно, имитация жесткого диска. Вот этот файл будет восприниматься наша виртуалочка как жесткий диск там под названием, ну не знаю, C. Не C. Ну как, ну как, ну как нулевой, нулевой жесткий диск. Вот. Собственно, теперь мы берем и запускаем вот такую вот ерунду. Вау. Давайте только по их совету, нашему совету, скопируем вот оттуда вот сюда, назовем его в млинус. Вот. Обратите внимание, это бинарник, ну, ядро для операционной системы, собранный на миш 64. Вообще. Так. Ну что, давайте мы попробуем не глядя это сделать, а потом посмотрим, почему оно, ну, если оно заработает, то почему. А, понятно. У нас еще вот этот вот лежит тут в SRC, да? Хорошо. LN, загрузки. как он там, байзальт. Вот. Ни много, ни мало запустилась операционная система в окошечке. сейчас лгенда запустится. Запустилась операционная система в окошечке. Что, неправильный пароль? О, пароль alt. Вот. Которая, вообще говоря, вообще под другую архитектуру. Видите, MIP64. Вон там, вот здесь вот написано. Вот. Соответственно, даже команды OSPCI нет, потому что, потому что, под MIP, она то ли не существует, то ли ее просто здесь не стоит. Вот. Ну, можно вот так посмотреть, что у нас есть в устройствах. Не так уж много. Но есть совершенно, всякие, кстати, есть. Вот. Или там какой-нибудь USB, да? Зачем это может быть нужно? Ну, в общем-то, не очень зачем. В том смысле, что запуск вот таких виртуальных машинок нужен только для всяких экспериментов. Вот. если вам приспичит что-то собирать, может быть, собирать, кстати, Вот там этот образ конкретно предназначен для сборки пакетов. Вот. Вот. В принципе, поскольку архитектура MIP и MIP-64 так или иначе все еще существует и популярна, вы, например, можете захотеть собрать какой-нибудь бинарничек на свой муштизатор. Вот. Это можно сделать тут. Возможно, у вас, так же, как, например, у нас, ручки дойдут до некоторых железок реально под MIP-сом. Ну, например, китайцы делают, в общем, довольно неплохие компьютеры, которые называются Lungsan. Вот. И они довольно мощные. И они тоже архитектуры MIP-с, но такой специальный китайский. Под них мы тоже что-то собираем. То есть вот этот репозиторий, который MIP-с просто, а не MIP-64, он под Lungsan работает. Вот. И, кстати, они тоже там так работают, что, давайте посмотрим, у нас обратите внимание, ядро у нас 64-разрядное, видите? А все программное окружение, 32-разрядное. Вот. Ну, это сделано для того, чтобы памяти можно было побольше указать. А то иногда бывает, что у MIP-са 32-разрядного там есть проблема, там больше гигабайт, что ли, памяти не бывает. Вот. В пользовательское пространство. Просто не бывает, и все. Одного, потому что второй гигабайт, он ядерный. Всегда. А, двух. Двух. Правильно. Двух. Ну вот. В общем, а следующие два как раз ядерный. Ну вот. В общем, полный виртуализатор. Давайте мы его тоже зашотдауним. заодно посмотрим, заодно посмотрим, заодно посмотрим, что было в командной строке. То есть, она там же. главная экономия экономия кода. Экономия кода где? В 32-й код. Да, занимает в два раза меньше, то есть, адресация занимает в два раза меньше памяти. Да, да, да. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, это просто потому, что у нас российские процессоры, которые вот сейчас выпускаются, например, Байкал-М ВАЗ-Т. Байкал-Т он называется. Так этот Байкал-Т, он 32-х разрядный МИПС. То есть, основная наша платформа, на которую мы хоть какой-то имеем прицел на рынок, да, это как раз 32-х разрядный МИПС. МИП-64 мы пока только так вот потыкали в них. Они работают, лунгсы не работают, но когда мы с китайцами еще начнем торговать с этими лунгсами? Давайте лучше посмотрим, что здесь написано, да. Итак, это виртуализация, но виртуализация уже с некоторой хитростью. Хитрость состоит в том, что ядро уже изначально находится в памяти. Вот оно. И когда компьютер, компьютер наш виртуальный загружается, мы прямо говорим, вот дорогой, запустись прямо оттуда. Что еще интересного? Интересно, что у нас памяти 2 гигабайта. Последовательный порт выведен сюда, то есть мы могли бы увидеть вот здесь приглашение консоли, если бы захотели. А, да. Вот. Ну, вот это, значит, у нас описание того, откуда берется диск с указанием формата. И это описание того, откуда берется клавиатура. Обратите внимание, что она уже специально виртуализованная. То есть сейчас, после того, как поддержка виртуализации появилась в процессоре, появилась мода не пытаться имитировать какие-то настоящие клавиатуры или там настоящие сетевые карты. Вот. А использовать именно вирту, так называемый. То есть есть спецификация универсальной виртуальной клавиатуры или универсальной сетевой карты. Вот. Что еще тут интересного? Да, как работает сеть? Как вообще работает сеть у виртуалок? Это довольно забавный вопрос. Ну, вот смотрите, мы запускаем программу. Внутри нее она думает, что она компьютер. У нее там есть прям сетевая карта, которую она настраивает. Ну, мы видели. Вот. Окей, дальше-то что происходит? Что это за сетевая карта такая? Да, она виртуальная. Вот в реальности трафик как устроен? Почему мы говорим, что мы можем нормально запускать из виртуалки ходить в интернет? Значит, идея очень простая. Сама, сам движок виртуалок, вот, QEM, например, это программа такая. Ну, она умеет ходить в сеть. Значит, все, что происходит внутри нее, происходит внутри нее. С точки зрения хост-системы, это просто программа QEM пошла куда-то в сеть. Вот. С другой стороны, например, нам было бы интересно попытаться, ну, не знаю, зайти внутрь виртуалки по сети. Давайте вернем, как было. А, да, обратите внимание, прям указано, какой процессор. нам бы было интересно зайти внутрь виртуалки прямо по сети. То есть, было бы хорошо, чтобы можно было не вот с этой консольки страшной управлять ею, а с нашей любимой консольки со всякими, значит, со всякими, со всякими, ну, чтобы можно, чтобы копипаста работала, да, вот это все. Давайте посмотрим, загрузилось уже. загрузилось. Обратите внимание на вот этот порт 2270, точнее сказать, на вот эту команду, где она тут? Вот на этот кусочек. О! Значит, кусочек минус нет ник означает, что мы сейчас будем рассказывать про сетевую карту, а минус нет юзер как раз и означает, что мы не будем пытаться снаружи что-то делать с сетью хост-системы, а наша сеть будет работать так, что программа QEM собственно совершает все сетевые запросы. Проблема стоит в том, что в этом случае мы внутрь туда никак не попадем, да, у нас нету никакого способа пробраться к тому сетевому интерфейсу виртуальному, который внутри этого QEM находится. Вот если бы мы использовали не нет юзера, а какой-нибудь нет бридж, тогда бы у нас так получилось, что оба обе системы и хост-система и гостевая разделяли бы один и тот же настоящий железный эзернет адаптер, да, как бы обе машины они бы как к устройству обращались к нему. Но нет. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то возможность обеспечить себе входящих соединений внутрь виртуалки, да, и снаружи мы все можем делать. Да, потому что то, что мы делаем изнутри виртуалки наружу, это просто активность нашего QEM. Чтобы что-нибудь внутрь можно было сделать, используется такая штука, как проброс портов. вот этот вот хост FVD, вот эта надпись, означает буквально следующее, что наша программа под названием QEMU при старте начинает работать сервером на порту 2270 и попытка подключения по TCP к порту 2270 приведет к тому, что внутри гостевой системы мы подключимся по порту 22 и это на секундочку у нас с Security Shell. То есть выглядит это примерно так. Обратите внимание, заработало. Он говорит, слушайте, у вас тут на 2270 запущен какой-то с хосерва. Вот его фингерпринт, вот его волшебная картинка, похожая на ромбического слона, на мой взгляд. Вот. Проверьте, действительность или это оно. Кстати, мы про это еще не разговаривали, да, про всякую сеть. О, отлично, будет еще занятие, тогда мы поговорим про сетевые подключения, про СССР. Вот. Только не пингвин, конечно. Какой-нибудь root. Нет, root не дают нам заходить. А интересно, хоть какой-нибудь пользователь тут есть, кроме root. А то зачем нам с хх иначе. Builder. Там пользователь называется Builder. Это же образ для сборки пакетов. Надеюсь, что у него пароль тоже alt. Точно. Вот смотрите, я зашел, я совершил сетевое подключение, зашел по Secure Shell внутрь виртуалочки, потому что в результате вот этой команды, которому я показывал, да, вот этой, у нас образовался сервер на порту 2270, подключение к которому приводит просто подключение внутри виртуалки порту 22. Проброс портов. Вот. Понятно, что такого рода проброс можно сделать сколько угодно, может веб-сервер там запустить, еще что-нибудь. ну, короче, все это не очень важно. Еще туда пробрасывается мышь. Такие дела. сейчас нас выкинет. Выкинуло. Выкинуло. Остановилось. Вот. Чего нас не устраивает в полной эмуляции? Нас не устраивает например тот факт, что мы в принципе могли бы если мы запускаем машину с той же архитектурой вообще выполнять код прямо на процессоре. Зачем нам имитировать процессор, который у нас и так есть? Вот сейчас мы запустили запустили машину виртуалочку совершенно другой архитектурой. Да? Вот. Но если мы хотим запустить виртуалку, которая тоже x86-64 мы можем во-первых воспользоваться системой виртуализации в смысле поддержкой виртуализации в процессоре где можно в принципе создавать ограниченные контексты и там выполнять какой-то код прямо там. Во-вторых мы можем даже не используя это мы можем в принципе как-то так организовать наш движок виртуальных машин чтобы какой-то код который не является не является не ходит к каким-то дополнительным рисункам вычислительный код выполнялся просто на нашем процессоре то есть чтобы не программа под названием QEM выполняла выполняла все эти инструкции процессора а чтобы процессор выполнял все эти инструкции процессора вот правда тут не обойтись без во-первых не обойтись без ядерного модуля который тут все поддерживает понятное дело потому что нам нужно как-то сделать так чтобы часть кода выполнялась не внутри а прямо снаружи безопасно вот но сейчас подумайте во вот значит то есть во-первых нам не обойтись без модуля ядра который умеет это делать потому что нам нужно сделать так чтобы вот этот как бы то чего имутирует та архитектура которая нас имитирует пресловутой куему чтобы она как-то распадалась на две то есть когда мы выполняем код безопасно этот код выполняется на нашем процессоре а когда мы там вызываем системный вызов например все вот эти операции вызова системного вызова чтобы они были обмазаны виртуализацией вот ну вот значит вот вам пожалуйста вот это мы можем боевой пример работающий жуткий в котором мы запускаем виртуальную машину передаем ей кучу разных интересных устройств вот в частности мы говорим что используется модуль KVM давайте посмотрим вот видите для доступа к этой штуке и куча всякого всего еще интересного значит вот давайте прям разберем видео опять видите волшебное слово виртуоз значит видеокарта у нас не имитируется какая-то конкретная да ну в смысле какое-то конкретное железо а имитируется удобная по стандарту виртуоза видеокарта с которой потом можно работать по-человечески не пытаясь имитировать какие-то ошибки вот например Cirrus Logic который раньше всегда использовался в QEM там были было несколько ошибок и приходилось имитировать вот тип машины какой-то Q35 не знаю что это значит Axel QQM означает что мы будем использовать вот это самое модуль QVM для того чтобы выполнять нативный код прямо на процессоре вот Enable QVM SMP означает что у нас будет более одного процессора а на самом деле четыре то есть один процессор четырехъядерный вот это я не знаю что такое 4 гигабайта памяти и дальше поехали значит да да понятно тип CPU такой же как у хоста да спасибо вот что такое Virtue Balloon я даже не знаю вот но это волшебное слово да спасибо я сейчас про это расскажу чем это хорошо да звуковая карта видео USB с USB отдельно интересная тема тоже расскажу вот тут описание диска с диском ситуация следующая если мы это это пожалуй одно из самых медленных устройств при виртуализации диск потому что мы внезапно должны имитировать поведение жесткого диска какого-то что в общем ну бессмысленно так вот все по тому же Virtue разработан как бы это сказать спецификация на драйвер несуществующего диска да вот тот самый Balloon вот то есть когда мы запускаем виртуалку мы говорим давай дегай виртуалку у тебя вот этот жесткий диск он на самом деле не жесткий диск он такой но ты к нему все равно ходи там все хорошо и мы мы себя спасаем целый целый нижний слой работы с этой аппаратурой мы не позиционируем головки этого жесткого диска мы не делаем синхронизацию по секторам мы ничего не делаем на низком уровне потому что тот драйвер который мы говорим нашей операционной системе он по определению виртуализованный она знает что работает с виртуализованным драйвером она знает что надо ходить к нему прямо так вот чем это удобно да тем что наша программа QEM на самом деле будет ходить вот к этому файлу где он у нас тут не вижу а он через переменную вот-вот-вот MGPath где-то тут не вижу самой переменной а вот Дулай Римыч да вот в каталоге MGPath в смысле в файле вот-вот он на самом деле вот соответственно такая штука называется или похожая поправьте меня если я не ошибаюсь паравиртуализацией паравиртуализация это договоренность между виртуалкой и операционной системой о том что те устройства которые увидит операционная система они заведомо не настоящие то есть таких в природе не существует мы не будем имитировать имеющееся устройство мы операционке расскажем дорогая операционка у тебя хорошее годное быстрое устройство виртуальное ну вот но тем не менее интерфейс у них все равно скайзи там это понятно то же самое относится между прочим к сети вот тоже виртуал сеть часики есть такие дела вот эта вот сложная сложная картинка приводит к тому что у нас загрузится операционная система на 4 ядерах процессора с 4 гигабайтами памяти с диском и со всеми пирогами можно даже попробовать это сделать вот он прям грузится обратите внимание довольно древний еще и сертифицированный вы думаете это консоль моей машины нет это консоль виртуалки сейчас еще иксы запустятся иксы запускаетесь иксы запустились ну вот то есть в этом случае в случае использования КВМ у нас давайте мы посмотрим вот 4 процессора как было сказано такие же как в гостевой системе вот ну хорошо 4 гигабайта как было сказано ну короче говоря вот нам сымитировать при этом обратите внимание вот сюда он знает что что эта операционка запущена под управлением гипервизора КВМ и что частично эта виртуализация на самом деле вынесена то есть она частично не виртуализация да что а тут написано фул кстати но все равно на самом деле поскольку есть КВМ это означает что вычисления вычисления той части которая безопасна идут на 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 фул в том смысле что используя возможности процессора а да все понятно спасибо 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 Михаил и речь идет о том что мы используем виртуализацию в процессе она включена мы могли бы ее не включать в принципе но так удобнее быстрее вот и тут в общем практика показывает что перфонс деградейшн при таком запуске достаточно небольшой то есть на вычислительных задачах близкий к нулю процентов в смысле деградейшн на обменных задачах ну зависит от того насколько ваше виртуализованное устройство медленное такие дела а установка виндовса в виртуалку работает на порядок быстрее потому что там с диском какая-то такая штука получается вот это да это да и сеть да и сеть большая широкая и большая вот вам пример значит если двигаться дальше то мы можем захотеть например вынести туда внутрь виртуалки какие-нибудь физические устройства чтобы на самом деле конкретно одна виртуалка работала с этим физическим устройством ну самый простой несложный способ это сделать с каким-нибудь USB вот кстати по-моему тут это сделано я обещал про это рассказать вот вот здесь буквально написано что если мы увидим на USB у хост-системы нечто у которой вендор id55f а продукт id21b то это нечто будет доступно прямо внутри виртуалки а хост-система ну так его не увидит вот захапает его я могу наверное попробовать мышку туда пробросить если все не упадет ну интересно же ну лекс да мышку-то сейчас узнаем ну кстати что там надо нажимать чтобы оно в окошко превратилось alt-f control-f во мышку она не захапала мышку она не захапала зараза она вид что хочет все системы не отдала отказано в доступе ну ладно нет так нет в общем в общем вот здесь вот конкретно чтобы было понятно здесь туда внутрь передан сканер вот и он там сканировал отлично через USB ну так вот но на самом деле да мы можем захотеть например видеокарту отдать одной из виртуалок а все остальные виртуалки будут работать с виртуализованными видеокартами или мы можем захотеть отдать сетевуху одной из виртуалок прямо взять и передать туда тем самым мы будем отказываться от виртуализации в пользу изоляции дальше больше мы можем в принципе расхотеть что-нибудь виртуализовывать вообще говоря наша задача если мы хотим запустить какое-то приложение да наша задача не в том чтобы полностью сымитировать окружение операционной системы там аппарат да наша задача чтобы то что запущено внутри нашего изолированного окружения никак не помешало тому что запущено внутри ну соседнего изолированного окружения например да это вот в случае когда мы хотим там какие-то сетевые штуки наградить тогда нам виртуалки нужны да когда мы хотим сделать с помощью одной системы виртуализации целую пачку машин каких-то этих сам в сети друг с другом общающихся вот а слушайте давайте я вам еще покажу виртуалбокс так чтобы если кто не видел и это другая система виртуализации которой ну как бы еще одна их несколько подлинокс есть вот самый популярный куем и виртуалбокс она умеет имитировать только x86 64 и x86 больше ничего вот зато к ней есть волшебный гуй правда к этому самому куему тоже есть волшебный гуй много разных хлебвирт например ну да вот виртуалбокс я часто использую для того чтобы просто по-быстрому развернуть какую-нибудь виртуальную машину соединить их в сеть вот потому что это довольно удобно делается сейчас давайте посмотрим вы говорите так вот тут один адаптер а тут другой адаптер и этот другой адаптер например может может смотреть внутреннюю сеть получается картинка вот что у нас машина с двумя системами адаптерами вот этот работает слово NAT это как раз юзер мод когда у нас программа запущенная сама программа с виртуальной машины ходит в сеть как если бы она была да а вот это штука которая смотрит куда-то внутрь мы можем создать еще одну виртуалку и тоже направить ее туда же внутрь вот времени у нас уже нет показал бы вот то есть я часто использую виртуалбокс для того чтобы делать такие сетевые конфигурации ну вот например когда я вот как раз читал эти лекции у меня было две виртуалочки одна была настроена ровно вот так это был сервер наружу она смотрела через этот интерфейс внутрь она смотрела через этот интерфейс а вторая была настроена так что у нее была только вот эта внутренняя сеть она вынуждена была ходить только через сервер вот вам пожалуйста настройка маршетизации фэрвола вот этого всего днс там был внутренний вот окей виртуалбокс как видите у меня тут даже виндус есть официальный скачанный с сайта микрософт я по-моему хвастался вот есть такой такой образ для виртуалбокса значит в виндус кажется 8.1 для тестирования ие-11 вот его можно прям бесплатно скачать с микрософта запустить и там прям на обоях написано что он у вас через три месяца просрочится так что вы его заснавшоте а через три месяца восстановите снапшот и все будет хорошо вот ну и я его тоже использую исключительно для тестирования разумеется в продакшене такие вещи не делают вот а в остальном вся та же картина которую мы видели у Куему только через красивый через красивый этот самый графический интерфейс да мы можем настроить объем памяти количество процессоров да можем настроить немножко повозюкаться с видеокартой вот вот вам пожалуйста диск и еще один диск это оптический диск а это жесткий диск вот аудиоустройство сеть компорт и все то же самое за исключением USB с USB ситуация следующая почему-то ребята которые делают VirtualBox до сих пор раздают модуль который имитирует USB 2.0 и выше исключительно за бесплатно но исключительно в пропитарном виде исходников от него нет то есть надо скачать и установить у вас ну зачем они так делают я не знаю у меня не стоит ну возможно еще интерес представляет интерес такая штука что вы можете запустить виртуалку она будет раздавать терминальное подключение вы к ней можете издалека подключаться но поскольку у нас не было разговора про ВНЦ сейчас наверное не стоит окей значит и да VirtualBox это тоже частичная виртуализация то есть частично код выполняется прямо на процессоре с использованием системы виртуализации тут даже обычно выставляется какая не здесь вот а частично он как бы имитируется в тех местах где нужно выполнять какие-то инструкции из супервизор мод или какие-то вещи по работе с виртуализованными ресурсами так VirtualBox теперь значит относительно еще большего уклона в сторону изоляции я сейчас попытаюсь найти где-нибудь у меня тут к сожалению не настроено видимо придется рассказать так в сухую печаль не хочется в сухую рассказывать короче говоря мы можем сделать по-другому дело в том что в ядре реализовано весьма много весьма много возможностей по изоляции процессов друг от друга вот так называемые Kernel Namespaces вот можно наверное сходить почитать про них что-нибудь в Википедии вот это прям отдельная такая подсистема ядра здоровенная которая позволяет разделять сеть диски процессы таким образом чтобы запущенные процессы видели только процессы принадлежащие своему Namespaces больше никому или сеть только ту которая принадлежит этому Namespaces больше никому Namespaces пользователя и так называемую control group к сожалению у меня сейчас нет настроенного настроенного места по управлению C-группами а то бы показал вот но я наверное могу показать более старую систему изоляции которая называется OpenVZ сейчас она в очень странном состоянии вот что-то я не видел в последнее время успешных инсталляций OpenVZ ой нет давайте лучше давайте я лучше не буду нет давайте покажу ладно сейчас это следующее C-шот это следующее больное уже это следующее Продолжение следует... Так. Ладно, наверное, не буду, у меня времени уже нет. Докер здесь нет. Ну вот докер, кстати. Давайте так, давайте я лучше пошлю в сторону докера, потому что он немножко не для игр с домашним компьютером. Но это как раз ровно то, что имеется в виду. Ну, значит... Тут по-русски что-нибудь есть или фиг бы с ним? Пускай будет по-английски. Я, кажется, ткнул на картинку. Короче говоря, есть целая подсистема управления так называемыми контейнерами, которая называется докер. И, кстати, не одна, их несколько таких. Это подсистема управления контейнерами устроена следующим образом. У вас есть образ операционной системы некоторой, который по запросу быстро-быстро разворачивается, из него запускается какое-то приложение и начинает работать. Вот. Не обязательно операционной системы. Ну, какой-то образ, да. Образ с чем-то. С какими-то бинарниками. Фишка докера состоит в том, что он использует исключительно систему изоляции. И фактически у вас ядро одно на все вот эти операционные системы, которые у вас запущены. У нас единственное ядро. И только... И только все остальное изолировано друг от друга. То есть полностью изолированные файлы пространства. У каждого виртуализованного окружения свой корень, свои бинарники, свои там сервисы могут запускаться. Полностью изолировано пространство процессов, которые друг друга не видят. Короче, все изолировано. Вот. Фишка докера в том, чтобы можно было по-быстрому какой-то образ с нужным вам сервисом скачать, установить свой докер-проигрыватель, ткнуть пальцем и запустить этот сервис, не глядя. И главное, не опасаясь, что он вам в вашей хост-системе что-то напортит. Да? Вот. Одно время мне казалось, что это вообще такое будущее этого вашего линукса, что мы сейчас вообще перестанем делать операционную систему, в которой установлено все, а будем делать такие проигрыватели окружений. И операционная система будет представлять собой просто набор вот этих окружений, которые будут с собой как-то коммуницировать. Но что-то делалось, как бы... Ну, народ им активно пользуется, но не так, чтобы прям вот все-все-все перешли на докер. Тем не менее. Вау, ну тут все страшно. В общем, тыкаю вам в этот самый докер, а у нас просто осталось совсем мало времени на то, чтобы поговорить про вообще альтернативные решения. Значит, одно из альтернативных решений тут озвучил Михаил, который состоит в том, что у нас есть примитивная система изоляции, которая называется CSH-root. Ее, наверное, все-таки стоит показать. Вот. Ну, давай уже. Вот. Ну, скажем, делаем какой-нибудь... Ну, не знаю, что-нибудь. Ку-ку. Вот. Туда надо что-нибудь такое развернуть, да? Какие-нибудь файлы положить. Ну, можно вот так сделать, на самом деле. Вот у нас создается некоторый каталог, который называется Opt.cucu, вот, в котором мы сейчас создадим, вот, он такой, относительно небольшой. Ну, нет, большой, ну, неважно. Вот, видите, там только BIN и LIP. Если мы сейчас скажем, чрут в этот каталог... Че? Че не так? Да вроде все нормально. Че я делал не так? Да нет, нормально все. Пинши, но сейчас он сочвал директори. Ну, елки-палки. Да ссылка, ну и че ему. Вроде должен работать. Ща. Ну, не знаю, слушайте, все должно работать. Слушайте, а вот такой у нас есть? Извините, извините, подвиньтесь. Теста мне дадут. Если мне дадут, то... Не дадут. Хорошо, ладно, значит, что делать будем? Чуть-чуть не работает. Я против. Может, он какой-нибудь DEV нужен? Да ну, в принципе-то... Вот так-то точно должно запуститься? Вот он запустился. Ну, давайте так. Поверьте мне на слово, что у нас теперь внезапно корнем является наш каталог slashopt slash kuku, корень. Видите? То есть у нас изоляция на уровне файловой системы. Все, что мы видим, это каталог slashbin и slashlib, который я только что туда скопировал. Вот. Вот этот файл hstatic, он, по крайней мере, статически скомпилирован, ему в библиотеке не нужны. Что-то я чуть-чуть не дописал туда. Вот он, я че, он же там есть. Ну и че? Файл над файлом означает, что загрузчик его не загрузил. ЕДЦ. Господи. Что там? Ку-ку. Нет. Дело не в ВИЧе. Дело в том, что у меня загрузчик не работает. Почему, не знаю. Да совпадает. Они не могут быть 32? Нет, они не могут быть 32. Сейчас, мы сейчас попробуем читерство. Если читерство сработает, то я лучше так сделаю. А, слушайте, я знаю, что надо делать. Все, извините. Ох ты, время, время поджимает. Я про Вайн еще хотел рассказать. Так. Давайте так. Я тогда с чертом немножко в следующий раз вам что-нибудь покажу, ладно? Чтобы не это самое, не... Хотя... Все, 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 все. Вот сейчас заработает точно. У меня есть вот такая штука. И там есть черут. И этот черут работающий. Ладно. Видите, там много всего. Да не липали 54. Все. Короче, давайте тогда здесь, извините, что тормозил. Вот. Виноват. Смотрите, какая фигня получается. У нас изоляция на уровне файла системы. Все остальное, как бы, процессор, все, все, даже сами процессы, которые мы можем здесь запускать, вот этот ls, да, он тоже виден со стороны других процессов. Но доступа к файлам нету. Конечно же, поскольку у нас root, мы, наверное, можем этот доступ сделать. Но если, допустим, мы еще в какого-нибудь пользователя преобразимся, да, ну да, тут нету, Джорджа. Но понятно, да, если мы сменим идентификатор пользователя на нерутовый, то мы больше из этого, из этой тюрьмы, из этого черута выбраться не сможем. И, соответственно, в этом черте можно будет запускать кое-какие программки, которым мы не доверяем. Не из-под рута, конечно, из-под пользователя. Но какие-то программки, которым мы не доверяем. Ничего, кроме изоляции по файлу системы, он не делает, но этого вполне достаточно, чтобы подозрительная программа не могла нашкодить. Ну, разве что она полезет в интернет и начнет, там, не знаю, что-нибудь делать. А вот. Интернета есть. Важно вот еще, что все группы позволяют нормировать присутствие, да? Да, черут ничего не позволяет. Да, вот namespace и control группы позволяют, например, ограничивать количество процессового времени. Вот это все. Черут позволяет только туда сходить. Все, у нас осталось совсем мало времени. Я хочу рассказать еще про Vine. Значит, это совершенно альтернативный подход. Вот. Он, значит, подход стоит в следующем. А давайте мы просто запустим чужой бинарник в своей операционной системе, а если не хватит каких-то библиотек, то подсунем библиотеки. А если не хватит каких-то системных вызовов, то проимитируем эти системные вызовы. Вот. Так устроен проект, который называется Vine. Vine. Решифровывается это как Vine is not emulator. Это акроним. Вот. Vine is not emulator. Вине. Можно начать с того, что запустить конфигуратор. Да, Vine имитирует, запускает программы под Windows. Игзешники. Окей. Вот видите, по умолчанию делает вид, что он Windows 7. Вот. Запускает он их именно тем самым образом. Он вообще не является эмулятором. Он запускает программу. Игзе. Умеет парсить формат игзе. Если каких-то дейлелек виндузовых не хватает, значит, их надо подсунуть. У него есть некоторое количество... У него есть некоторое количество таких дейлелек с собой. Вот. Ну, вот здесь, например, какой-нибудь. Вот тут, да? Видите, он имитирует соответствующие дейлельки. С помощью со-библиотек и линуксовых. Вот. Если нет, вы можете скачать и подсунуть ему настоящую дейлельку. Вот. И дальше он, собственно, запускает программы. Да и имитирует все системные вызовы. То есть kernel sys и этот самый, что там еще такое sys, он тоже имитирует. Соответственно, вы можете сделать вот так. Можете взять, зайти, видите, диск C, диск Z, там, вот, диск Z. Где-нибудь вот тут вот, где-нибудь в разделе загрузки. Ой. Загрузки. Ну, не знаю. Нетпад плюс-плюс. Подвинду. Опаньки. Вот вам программа подвинуть, запущенная под вайном, соответственно, который не является эмулятором. Вот. Чем запуск под вайном лучше, чем запуск, собственно, виндой в коробочке? Ровно одним, лицензией. У вас нету нелицензионных программных продуктов в этом случае. Да? Чем он хуже? Вообще говоря, написание подобного рода эмуляторов – это всегда гонка за движущей мишенью. Ну, не эмуляторов, а вот таких штук. Вот видите, даже здесь, даже при запуске простейшей программы, нам вывалилось некоторое количество сообщений относительно того, что кое-чего не реализовано еще. Видите? Да? Там, fix.me. Fix.me. То есть, переписывание всего Windows с начала до конца, всей начинки программной Windows – это довольно печальная задача. Тем не менее, я довольно успешно пользовался вайном, даже для запуска всяких игрушек и вот этого всего остального. Единственное, что имеет смысл знать про Вайн, да, обратите внимание, какой пакет я смотрел. Что Вайн бывает 32-разрядный, ну, как бы, Windows бывает 32-разрядный и 64-разрядный. Ну, и Вайн тоже. Так вот, на сегодняшний день 32-разрядный Вайн намного более прямой, и в нем гораздо больше всего запускается, чем в 64. Поэтому, если у вас есть все-таки необходимость запустить программу под Винду и не делать это в эмуляторе, не делать это в Винде, а делать это в Вайне, ставьте 32-разрядный Вайн. Вот. Там, в принципе, все работает, даже видеодрайвер работает, только они тоже нужны, это и 2-разрядные, вот. Всякие игрушки, вот это все. Все, у меня кончилось время. Если есть какие-то вопросы, задавайте. В следующий раз, тогда, может быть, поговорим про всякий терминальный доступ и про все остальное, потому что это очень нужные вещи, да. Бутылки в Вайне. Бутылки в Вайне – это изобретение конкретно компании Итерсофт, на самом-то деле. Значит, о чем говорит Михаил? Вот у нас есть каталог.вайн. В нем есть какие-то программы, настроенные под Вайн. К сожалению, если вы будете ставить все программы под Windows в один и тот же Вайн, они будут друг другу мешать. Поэтому является такой повседневной практикой сделать много каталогов Вайн, переключать их с помощью Вайн-Патт, там, равняется, там, точка Вайн, например. И дальше запускать. В один ставить одну программу, в другую – другую, в третью – третью. Потому что вот в этой настройке у вас может быть очень много библиотек, которые вы можете использовать то, что есть в Вайне, а можете подсунуть стандартную скачанную звенду. Вот. И в некоторых случаях так работает, в некоторых – ся. К сожалению, все вместе не работает. Вот. На проекте Вайн я заканчиваю. На проекте Вайн основаны несколько довольно забавных проектов, например, PlayOnLinux. PlayOnLinux – это такие скрипты, чуть ли не нашели, которые позволяют вам, а, скачать нужные версии нужных игр, если они есть, и если они есть бесплатные, или подсунуть нужные версии нужных игр под винду, если они у вас есть купленные, и настроить Вайн таким образом, чтобы он заработал. Подсунуть нужные библиотеки, включить одни, выключить другие, поковырять настройки реестра. Вот. Мощный проект PlayOnLinux, он довольно живой, вот люди в игрушки играют. Ну, понятное дело, что это люди фанаты Linux. Но, тем не менее, если очень хочется, вот туда можно потык. Еще вопрос. Можно ли на виртуальном шеи внутри запустить еще одну? Можно. Не всегда, но можно. В Куему точно можно. Да, в Куему бывает. Да, хороший вопрос, а зачем? Это когда представляет определенный научный интерес, потому что так можно проверить качество регуляции процесса. Да. Действительно. Иногда просто из доступа только в виртуальной машине. Ну да, ну да, хочется в ней что-то поделать. Ну, в общем, я делал так. То есть, вот Куему в Куему я запускал. Еще вопросы? Окей, тогда, значит, в следующий раз у нас либо разговор про права доступа, который нам обещал Арсений, про всякие хитрости с этим связанные, либо разговор про сетевые утилиты, которые нам обещал я, вот про СССР в частности, а также про ВНЦ и про все остальное. На чем всем спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.